В Центре детского творчества «Радуга» уже в третий раз прошел городской конкурс юных рационализаторов и изобретателей «От замысла к воплощению идей». Специалисты говорят, многие задумки школьников уже сегодня можно внедрять в практику. В этом убедился Евгений Дегтяренко. От замысла к воплощению идей. К этому названию конкурса стоило бы добавить и к широкому применению на практике. Вот, к примеру, изобретение Вадима Габдрафикова – прибор для тренировки зрения. В наш компьютерный век устройство весьма актуальное. Конкурс юных рационализаторов и изобретателей проводится в Муравленко уже в третий раз и с каждым годом, отмечают эксперты, работы школьников все дальше уходят от концептуальности. Мы смотрим, насколько ребята, увлеченно занимаясь, могут притворять жизнь своей рационализаторской идеей. Идеи, представленные на сегодняшний день, настолько интересные, настолько с точки зрения практичности применения, что даже удивляешься, что у них появляются такие мысли у детей, что это можно сегодня притворять уже в жизни. По мнению Анатолия Грибанова, государство сегодня нуждается в новых идеях и разработках, поэтому необходимо создавать благоприятные условия для развития таких непростых творческих процессов, как изобретательство и рационализаторство. Для этого, несколько лет назад, Управление образования снабдило городские образовательные учреждения конструкторами для технического творчества. Именно на их основе построено большинство работ участников конкурса. Константин Майшев стал одним из соавторов сверлильного станка с программным управлением. Пусть функционал у устройства пока не дотягивает до пробужденных образцов, зато принцип работы техники школьники знают лучше многих взрослых. Чтобы можно было вырезать не с помощью рук, не для того, чтобы вводить, а чтобы можно было запрограммировать робота, и он сам мог это все делать. После демонстрации своих изобретений широкой аудитории в выставочном зале Центра технического творчества, участникам конкурса предстояло убедить в полезности своих изобретений еще и жюри. Результаты судьи уже подвели, но пока еще держат в секрете. Их объявят в ближайшие дни. Однако специально для новостей нашего города за весу тайны немного приоткрыли. Работы настолько хороши, что почти каждая будет удостоена отдельного приза. Евгений Дегтяринко, Вадим Братчик, Новости нашего города. А тем временем в «Газпромнефть-Муравленко» идет подготовка к летней оздоровительной кампании для детей сотрудников предприятия. В 2014 году 103 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет посетят Международный детский молодежный центр «Приморск-Китана», расположенный в Болгарии. Выезд детей к месту отдыха будет организован в 4 смены длительностью 14 дней. В лагере созданы максимально комфортные условия для детей. Предусмотрено проживание в благоустроенных 4-х местных номерах со всеми удобствами, 4-х разовое питание. С детьми будут работать высококвалифицированные специалисты. Педагоги, прошедшие конкурсный отбор, помогут обеспечить полноценный отдых и личностное развитие детей. Предусмотрено оказание первичной медицинской помощи, проведение оздоровительных процедур, спортивные и развлекательные мероприятия. И, конечно, ежедневное купание в море. Спортсмены «Газпромнефть» и «Муравленко» успешно завершили очередные отборочные летние игры «Газпромнефти» среди подразделений блока разведки и добычи компании, прошедшие в ноябрьске. Результаты спортивных баталий в нашем следующем материале. Самым успешным для команды «Газпромнефть» «Муравленко» стал волейбольный турнир «Спартакиады». Женская сборная в этом виде соревнований сумела не только дойти до финала, но и завоевать главный трофей соревнований – кубок за первое место. Решающий поединок наши спортсменки провели с хозяевами площадки – командой «Ноябрьскнефтегаза». Первую партию проиграли 21-13, вторую с легкостью выиграли 11-21, а в третьей, завершающей партии, победу пришлось добывать, что называется, на характере. Ее итог – 27-29. Тяжело было, очень тяжело. Постарались, отборолись как могли, боролись все. Выиграли, значит, где-то мы чуть-чуть сильнее оказались. Вместе с победой в турнире женская волейбольная сборная завоевала еще и путевку на летние игры всей «Газпромнефти». Мужская сборная завершила соревнования со вторым результатом. Еще одно серебро в копилку наград муравленковских нефтяников принесли баскетболисты. На пути к золоту преградой вновь стали хозяева площадки, но в этот раз наябрьских спортсменов одолеть не удалось. Впрочем, все еще впереди, утверждают в нашей команде. Сейчас у нас молодое поколение, сейчас мы набираем ход, в этот раз мы проиграли один раз и получили заслуженное второе место. В следующем году, я думаю, мы разозлимся и получим заслуженное первое место. А вот футболисты «Газпромнефть» Муравленко завершили турнир без поражения, но взойти на высшую ступень пьедестала почета так и не смогли. Выйти из своей подгруппы муравленковцы сумели со вторым результатом, уступив лидерство опять же хозяевам и всего лишь по разнице забитых мячей. Таким образом, наша команда получила право бороться лишь за третье место и бронзу уже не упустили. Нам чуть-чуть буквально не повезло, очень обидно, что даже ни одного не проиграли. Команды молодцы, все старались, все боролись, но, к сожалению, немножко нам не повезло. Впрочем, результатами спартакиада руководитель нашей команды Николай Фролов остался доволен. «Мы к этим результатам шли, мы к нему готовились. Совсем недавно мы начали процесс переформирования нашей сборной команды. Это вливание новых сил, вливание новых игроков. Этот процесс до конца еще не закрыт, но, тем не менее, команда достаточно хорошо подготовилась. Поставленные цели были практически достигнуты». Без сомнения, сборную «Газпромнефть» Муравленко впереди ожидают еще много ярких и красочных побед. Евгений Дегтяренко, Вадим Брачек. Новости нашего города. Это была завершающая информация выпуска о прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 21 мая в Салихарде плюс 4, ветер южный до 6 метров в секунду. В ноябрьске 5 градусов тепла, юго-западный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 21 мая плюс 5, ветер южный до 2 метров в секунду.